перейдем к консилерам у меня тут консилеров довольно таки много за все время что я собирала эти пустые баночки я использовала три упаковки консилера от l'oreal вот вот так они выглядят и сейчас я опять им пользуюсь опять я купила новый ну хочу конечно же уже что-то новое попробовать может быть наш попробовать вот этот l'oreal он называется l'oreal тоже ильянс перфект так же как да так же как и тональное средство идут они у меня в оттенке 2 ванила я из честно не знаю самые это светлые или нет но всегда когда я прихожу покупаю их в основном вот эти в подружке и самый светлый этот и он мне отлично подходит то есть и когда я была загорелая и когда я посветлее мне отлично подходит второй оттенок попробуйте если вы ищете какие-то консилеры из масс-маркета вот эти мне больше всего понравились я очень много перепробовала консилеров на первом месте у меня вот этот вот консилер от l'oreal ильянс перфект он здесь идет с таким вот спонжиком обычным и такой как на блесках он отлично перекрывает венки покраснения не нужно наносить только на тональное средство потому что он может тогда скатываться просто наносите крем а если вам нужно под глаза нанесли крем увлажняющий тональное средство нанесли везде кроме области под глазами и потом допустим наносите его в тушу войти нужно либо безымянным пальцем прибывающими движениями либо бьюти блендером либо спонжем я обычно это делаю либо бьюти блендером либо спонжем вот так вбиваю и все просто супер и также у меня здесь пустых баночках из того что я нашла две упаковки от essence это essence stay all day консилер многие американские блогеры его одно время хвалили и я его решила попробовать он тоже неплохо он по моему немножко может даже подешевле от лореаль они где-то рублей 350 400 стоит этот может быть рублей на 100 дешевле это мне понравился чуть меньше но тоже неплохой так что попробуйте либо вот эти вот либо от лореаль я ими в принципе осталась довольна а еще у меня здесь пустых баночках вот такая вот база под тени от essence я и осталась недовольна потому что с ней как бы она хорошо перекрывает какие-то венки все супер но все равно тени как бы с ней скатываются и ну как бы я и осталась не очень довольна если вы знаете какую-то хорошую базу по тени то обязательно напишите я сейчас кстати в поисках вообще хочу попробовать никс я слышала вроде они неплохие еще у меня здесь есть консилер он мне уже давно завалялся это консилер от catrice он тоже бюджетный консилер камуфляж крем и он у меня в самом светлом оттенке 010 ivory здесь было всего лишь 3 грамма этот консилер он кремовый поначалу когда я им пользовалась он мне нравился но потом он мне надоел все кремовые консилеры они немножко подсушивают кожу поэтому я перешла на жидкие консилеры с ними кожа ведет себя гораздо лучше поэтому вот этот консилер он сам по себе неплохой то есть если вы любите кремовые текстуры кремовые консилеры то да это неплохой вариант я нет я все-таки больше люблю жидкие текстуры поэтому я я им пользоваться навряд и буду также здесь у меня в пустых баночках две пудры одна пудра от лореаль это baby nude magic она у меня тоже светлом оттенке light skin ой во первых у меня здесь смотрите сломалась упаковка то есть ужасного качества упаковка она вся пластиковая здесь вот так открывается здесь идет зеркало и здесь по моему у меня был спонж пудра это была неплохая легкая вторая пудра у меня идет от colorant то есть это уже люксовая пудра этой пудрой осталась я довольна она идет в таком красивом вархатом чехле у сама пудра выглядит вот так тоже красивая золотая такая зеркальная упаковка она у меня видите полностью ехда использовала здесь сверху идет зеркальце зеркальце большое то есть на всю пудреницу вот и пудра у меня ну тут совсем один грамм может остался это пудра я осталась довольна пудра мне это понравилось она легкая она хорошо фиксирует макияж но она матирует но первые может быть два-три часика потом а как у меня кожа комбинированная все равно приходится припудривать убирать жирный блеск но все равно она мне понравилась она отлично фиксирует она легкая она незаметно на лице поэтому да я и осталась этой пудрой довольна это румяна от его мозаика не абсолютно дешевые они у меня в третьем оттенке и они розовый тут с такой небольшой кисточкой у этих румян мне понравился очень красивый оттенок особенно на зиму красивый такой розовый румянец хорошо в принципе тушуются вот эти румяшки в принципе неплохие как бюджетный вариант могу посоветовать а еще что у меня закончилось это тени тени эти от мэйбелин вы наверное о них наслышаны но я на самом деле потестировала только этот оттенок ну и он мне очень понравился такой таповый оттенок то есть коричневато-сероватый сороковой оттенок называется он permanent out да то есть он так и называется то это тени color tattoo 24 часа мне очень понравился этот оттенок вот видите я полностью использовала тени тут уже ничего не осталось эти тени с моим цветом глаз вот я когда использовала допустим их полностью на все подвижное веко но как-то выглядело это не могу сказать что очень красиво а я эти тени больше именно вот этот оттенок люблю использовать как подводку то есть я беру скошенную кисть можно взять обычную тонкую кисть для подводки но я люблю подводить именно скошенный набираю продукты делаю стрелки стрелки я люблю не тонкие пошире и смотрится очень классно такое такие получаются припыленные такие серовато-коричневатые стрелки очень классно смотрится на глазах и на самом деле больше смотрится как серый оттенок такие получаются серый матовый как бы таким прям с матовым финишом стрелки мне очень нравится другие цвета не пробовала вот этот мне понравился и также здесь у меня пару помадок одна помадка это от скажу это от 17 в оттенке 2 первый оттенок у вот этих помад это матовые помады первый оттенок он идет такой бежевый а второй идет розовый это на самом деле помада она целая я ее недавно покупала но у меня такая же закончилась я ее не нашла я решила вам показать целую у нее в этой помады мне нравится оттенок она матовая она немножко подсушивает губы у нее матовый финиш мне вот именно нравится оттенок очень красивый такой розовый нюд если вы также как и я любите нюд и ищете розовый попробуйте вот эту вот помаду от 17 она недорогая и еще одна помада это помада от никс я вам ее уже несколько раз показывала я еще ей пользуюсь но у меня здесь совсем один грамм наверное остался совсем немножко нужно будет идти еще покупать это тоже матовая помада она выкручивается и нам очень комфортная она особо и не чувствую сухость она очень приятная она у меня идет в оттенке 4 фейер если я не ошибаюсь они есть в разных оттенков там есть и более яркий мне вот именно понравился вот этот оттенок если вы ищете какой-то нюдовый такой персиковатый розоватый оттенок то вот это вот помада вам понравится этот именно оттенок он очень классно освежает лицо лицо сразу выглядит здоровее так что обратите внимание на эту помаду в оттенке 0 4 возможно вам тоже она понравится вот и на этом мне сегодня все пишите какие уходовые средства декоративные вы любите пиши рассказывайте о своих пустых баночках и на этом мне сегодня все всем спасибо за просмотр не забывайте ставить лайк если вам понравилось это видео всем спасибо и пока а а Продолжение следует...